Это поле уже поливали гербицидами. С тех пор здесь так и остались стоять палки засохшей конопли. Но два года спустя территория снова превратилась в место массового паломничества забайкальских наркоманов. Теперь дурман-траву уже выкашивают, чтобы сжечь. Смотрите, красавица, прямо новогодняя елка. Правда, вместо игрушек вот такие семена. Сотрудники наркоконтроля говорят, что срезать коноплю надо до того, как эти семена упадут в землю. Иначе они могут пролежать там 7 лет до того, как дадут ростки. На сегодняшний день, по словам наркополицейских, на подконтрольной им территории выявлено 350 гектаров дикорастущей конопли. Из них 190 уже уничтожены. Заниматься этим должен владелец земли, нередко администрации районов и поселений. Но в их бюджетах на это часто не хватает денег. Для сельских администраций, я думаю, что это финансовая проблема, всяческие мы изыски. Вот видите, тракторат участников нанимаем. Ну, благо, что район идет навстречу, помогает финансово. Но не сразу такие средства нет. Для региона, в отличие от района, такие траты посильны. В этом году, по словам сотрудников наркоконтроля, край обещал выделить на уничтожение конопли миллион рублей. Но с ухудшением экономической обстановки сумма стала постепенно таять. Для сравнения, в Бурятии для этого выделили аж 4 миллиона. Кстати, интересный факт. Больше 90% изымаемых в крае наркотиков сделаны из конопли. Понятно, что избавиться от нее навсегда нельзя. Но на рын талача простояло без дурманящей травы два года. А это чего-то стоит. Хотя бы вливание из краевого бюджета. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ.